14-часовое противостояние под стенами Балахнинского суда. В салоне автомобиля забаррикадировалась девушка, а снаружи ее автомобиль заблокировали судебные приставы. Спустили колеса и пытались изъять автомобиль и загрузить его на эвакуатор. Но с человека внутри грузить нельзя, а хозяйка автомобиля добровольно выходить отказывалась. Вот 14 часов без еды, воды и туалета. Наша съемочная группа приехала к месту действия сегодня в полночь. Девушка сидит с 11 утра, вы ее не можете выпустить. Это ее машина, разбирайся по другому, человек без воды сидит. Продукты питания первой необходимости можно передать человеку? Раз, передаду, раз, товарищи приходят. Можно? Пусть выходят. Уважаемый, я спрашиваю. А что это, что нельзя ходить? Человеку нельзя ездить, да? Человеку нельзя передать продукты, ну что такое? За это он передаст продукты человеку. Сейчас вот 23.52, у меня не пускают выехать домой, пытаются забрать мое имущество. Не надо сюда подходить, не надо. Нет, нельзя, здесь полностью действие проходит. Не надо сюда проходить. Давай какой-то творитель. Не надо сюда проходить. Мы не задерживаем человека абсолютно в машине. Человек свободно может покинуть машину. Ей принесли доставку, почему вы не допускаете, чтобы она покушала? Пусть выходит и забирает. Ко мне приехала подруга, которая привезла мне хотя бы воды, судебные приставы. Ее не пускают. Они стоят в приставе и пьют воду, прям на нее смотрят и пьют воду. Я говорю, вы че, вы фашисты? Человеку нет воды, они стоят и пьют воду. И не дают ей вообще ничего. Это что? Это наши представители власти, это наш закон. Посмотрите на них и без разницы. Женщины стоят, у которых дети есть, а у нее маленький ребенок дома. Это судебные приставы, как они себя называют. Так. Мне они никаких документов не показали, почему они хотят изъять у меня машину. Говорят, выходи, мы тебе покажем. Я говорю, пока я буду посмотреть документы, вы у меня машину погрузите на эвакуатор и увезете. У меня есть договор о предпродаже на эту машину. В ПТС вписано, что организация, которая изначально ей владела, она стоит на временном учете, потому что машина лизинговая. А организация, которая взяла эту машину в лизинг, она за нее платить не смогла. Мы съездили в лизинговую компанию, проконсультировались, можно ли так, что они не платят, но буду платить эти два года я, и тогда машина перейдет в нее. Они говорят, нам все равно, кто будет платить. Главное, что платили, и потом, кто платил, мы на него сделаем договор о предпродаже. Если посмотрите, здесь временный учет до 31 августа. Я эту машину выкупила 23 августа. Переоформить не смогла, потому что они поставили запрет регистрационных действий. Эта машина принадлежит организации. Грамм спол производства установлено имущество, на которое сейчас и налагается арест. Я когда не смогла поставить ее на учет, я пришла к судебному приставу, говорю, вот так и так, у меня есть все документы, есть договор купли-продажи. Я говорю, вот у меня все документы, я за нее выплатила, разблокируйте мне ее. На что она на мое заявление написала мне какую-то отписку, что якобы долг 500 рублей плюс исполнительный сбор 10 тысяч, и мы не можем прекратить производство. Хорошо. Я пошла обжаловать в суд. Я выхожу из здания суда, это было в 11.20. Здесь стоит машина судебных приставов. Я попыталась уехать, они мне преградили дорогу. И спросили, будете ли выходить. Я говорю, я не буду выходить. Мы сейчас вам спустим все четыре колеса. Но спустили пока только одно. Ну, приезжали сотрудники ГИБДД, они все проверили по документам. То есть они машину забрать тоже не могут. Разбирайтесь с судебными приставами. Судебные приставы, у них еще дело в суде. Как бы суд еще вообще ничто не вынес. Они просто прикрывают ей машину и все. И вот она в такой заперти. Поесть в туалет, она не может выйти. То есть они как бы сразу хотят ее вытащить там, я не знаю, и просто все, забрать машину. Когда я начинала платить лизинг, я посмотрела, есть ли какие-то ограничения на машину. На машине никаких ограничений не было. На тот момент, когда я начала за лизинг платить. А когда я его выплатила, я не знаю, с какого момента, они появились. Это будет исходное исполнительное производство на исполнение, порядка 300 исполнительных производств, на сумму более 3 миллионов. Сейчас ждем, что все-таки покинул добровольно. Я их поставила в известность, что машина с коробкой автомат, с системой блокировки колес и полноприводная. Что таким образом, как они сейчас пытаются ее загрузить, ее грузить нельзя. Потому что, возможно, будет сбой в системе полного привода и коробке автомата. На что мне судебные приставы сказали, что они загрузят ее в любом случае, и каким образом, им все равно. Маленький ребенок, у него умер муж. И чего вот я сейчас вот просто вот... Ну и вообще... А теперь о причинах всего произошедшего. Светлана Глухова несколько лет назад дала в долг 700 тысяч рублей знакомому бизнесмену. Он долг вернуть не смог и предложил автомобиль Мазду, который взял в лизинг. Светлана Глухова должна была в течение двух лет выплачивать лизинговые платежи, а после этого машина становилась ее. Обращаю внимание, что по условиям лизинговой программы автомобиль находится в собственности лизинговой компании до того момента, пока не будут выплачены все лизинговые платежи. И лишь после этого он переходит в собственность нового владельца. В данном случае от лизинговой компании машина была передана Светлане Глуховой. То есть во владении транспортной компанией она не находилась вообще. Однако арестовывают эту машину за долги именно транспортной компании. Сам руководитель этой транспортной компании крайне удивлен таким поворотом. По истечении, когда лизинги вышли, она все проплатила, получила договор купли-продажи оригинальный, все как положено от лизинговой компании. Все машина, в принципе, ее. Здесь выяснилось, что на ней наложено ограничение. В связи с тем, что много штрафов, много договоров по фирме ТКТ. Приставы, причем здесь Мазда и ТКТ, она сказала, что это собственность ТКТ. С чего она взяла, я не знаю. Самое, что странное, на каком основании приставы накладывают арест на машины, которые не принадлежат транспортной компании. То есть они взяты в аренду, но они не являются собственностью компании. За комментарием мы, конечно же, обращались и в управление судебных приставов, однако там комментариев по данной теме нам не предоставили. Светлана Глухова сейчас готовит документы для подачи в суд и в прокуратуру. Она все-таки намерена вернуть свой автомобиль.